всем привет опять электроника от халибра у меня в руках в этот раз версия 20 на 20 ролик снят при поддержке магазина rcmodus.com.ua версию 30 на 30 я вам показывал ранее вот она лежит у меня на столе это достаточно дорогой стек но сегодня посмотрим на малыша два силиконовых кабеля для подключения полетника к регулятору второй пакет с кабелями где указано что они используются с air unit для dj и напоминают что максимум 4s поддержка у air unit это верно и конденсатор 1000 на 35 вольт сам стек выглядит вот таким вот образом это 20 на 20 сюда будем подключать шлейф для регулятора микросхема osd по центру 6000 гера микро usb разъем кнопка бинда и опять же он блестит точно также как блестит старший собрат то есть он покрыт чем-то завода скорее всего каким-то минимальным слоем лака 20 на 20 крепления то есть это реально малыш относительно такого монстра но мощность здесь регулятора все те же 45 ампер и думаю что под racing должен быть отличный вариант давайте разберем этот стек я открутил четыре металлические гайки и снимаю полетный контроллер под полетником есть силиконовый софт маунт обычный f722 процессор элементы бэка находятся с этой стороны флешка под black box посмотрим на какую емкость но пока 9 вольтового бэка дополнительного я кстати на борту не вижу по регулятору заявлено 45 ампер смешные маленькие мосфетики стоят они скорее всего парой по две штуки на канал и поскольку они покрыты лаком прочитать маркировку с них вряд ли получится но то что они покрыты лаком это конечно приятно думаю что какая-то минимальная влагозащита здесь вполне не будет судя по всему этот малыш также имеет технологию был хели 32 f3 процессор и 96 килогерц обновления конденсатора у малыша конечно поменьше чем у старшего брата здесь вообще 44 штуки а у малыша я вижу 6 штук с этой стороны и также 8 штук еще спереди давайте узнаем вес этого регулятора он весит 8 и 2 грамма по сравнению с 30 на 30 версия разница практически в два раза и также полетный контроллер достаточно легкий всего 477 относительно этого разница опять же практически в два раза то есть если вы собираете легкий дрон под racing в 2020 году имеет смысл собирать на электронике 20 на 20 далее переходим на banggood 84 доллара я вижу цену да это не слабо но как минимум 10 процентов можно будет скинуть с купоном из моего telegram канала со скидками распродажами версия этого комплекта в 3 у меня именно такая версия есть коннектор для djfpv и cadix vista но напоминаю что только cadix vista поддерживает 6-баночное питание djfpv можно питать только от 4 банок максимум и дополнительного бэка у этого полетника на борту нет процессор f722 нормальная 6000 гира есть барометр если вам он потребуется бэк есть только один 5 вольтовый на 1 ампер максимум 16 мегабайт памяти под black box по поводу регулятора друзья заявлены в 3 процессор он действительно быстрее чем f051 и для рейсинга это важно но нигде не указано что этот регулятор поддерживает 96 килогерц скорость потому что у версии 30 на 30 это заявлено прямо на странице товара вот здесь вот я вижу 96 килогерц а здесь же мы будем пользоваться обновлением 48 килогерц что в принципе тоже неплохо но в 30 на 30 уже более современной технологии дополнительный конденсатор нужен для 6s но я конечно советовал бы вам использовать конденсатор даже для четырех баночных сборок кстати обратите внимание на регулятор у меня уже другая его версия и внешний вид этого регулятора реально отличается от моего далее подключаемся к betaflight версия betaflight 4 1 6 однозначно нужно будет на свежий обновляться target kokut f7 mini v3 барометр есть на борту переходим в порты на шестом приемник на первом видеопередатчик с протоколом который вы установите в конфигурации гира повернута на cv 270 градусов запоминаете это значение power and battery 112 scale датчика вольтажа 275 scale датчика тока это важно запомнить для перепрошивки в общем то в принципе здесь особо то больше ничего и не настроено потому что полетник новый black box есть 15 9 мегабайт доступно для настройки вашего дрона отключаемся вот такой вот полетничек был сегодня на обзоре друзья здесь в принципе я вижу достаточно необычную компоновку под пайку проводов все контакты сделаны как сплошные сквозь всю плату отверстия и думаю что придется прилично заморочиться чтобы припаять все это чудо есть софт маунт у него есть память под black box f7 процессор все современные функции но конечно немного не хватает дополнительного бэка под питание диджайр юнит от 6 банок или под аналоговую в пиве систему думаю что за такие-то деньги они бы могли бы этот собственно дополнительный бэк сюда и добавить хотя это полетник 20 на 20 но правда есть у меня 30 на 30 и 30 на 30 также нет дополнительного бэка почему-то компания халибра решили что 5 вольт хватит всем может быть это и так но это немного ограничивает возможности подключения какой-то электроники к этой системе кстати напомню друзья халибра ранее был оем брендом завода airbot не знаю на самом деле как сейчас потому что ранее работ можно было легко идентифицировать по логотипу airbot на микросхеме usd но сейчас я держу два полетника от халибра в руках и никакого логотипа на микрухе usd сейчас нет выглядит эта электроника сто процентов как airbot особенно их регуляторы но видимо в новой версии они решили не ставить микросхемы usd с логотипом airbot какая-то такая вот фишка кстати друзья последнее время завод airbot особо-то не развивает свой бренд поэтому вы вряд ли где-то найдете что-то свеженькое от них и придется покупать оем от халибра потому что все современные технологии в первую очередь теперь попадают именно к ним всем спасибо за внимание друзья с вами был евгений канал за быстрее с обзором электроники от компании халибра это стек какую-то версия 3 мини купить его можно по ссылке в описании под роликом задавайте свои вопросы в комментариях я стараюсь на них отвечать советуйте какие-то новинки для обзоров не забывайте про наш телеграм-чат где уже больше чем 2700 человек общаемся онлайн над темой в пиве железо и решаем различные вопросы по дроном онлайн также в телеграме у меня есть специальный канал со скидками и распродажами и с помощью купонов которые я там публикую каждый день можно очень круто сэкономить при заказе в пиве оборудование из китая поддержите это видео лайком друзья советуйте какие-то новинки для следующих обзоров приятных вам полетов без крашей до новых встреч а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok